Добрый вечер. Телефон прямого эфира 6510996. Опять-таки, можно заходить на сайт, оставлять вопросы, вопросы уже есть. Телефон молчит, пользуйтесь этим счастливым мгновением, сейчас он будет занят по всем линиям. СМСки на номер 5533, начиная с буквы «Я», дальше пробел. Теперь немножко о жизни нашей замечательной, грозящей стать безудержно замечательной. В те приятные минуты просветления, когда мы не занимаемся посыпанием собственных голов пеплом, мы осознаем себя великим народом, в истории которого невероятное количество удивительных свершений. Нам по плечу, ну естественно, космос. Нам по плечу Днепрогресс, магнитка, нам по плечу Байкал-Амурская магистраль. В области балета мы по сию пору тоже очень неплохо выглядим. Наши боевые самолеты, наши истребители современные, номер один в мире, и никаким американцам не снились те технологии, которыми мы обладаем на сегодняшний день. То есть мы знаем о том, что мы замечательные, великие, талантливые. Мы много чего можем. Единственное, чего мы не можем никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каком финансировании, мы не можем построить дороги. Мы привыкли к этому и уже точно знаем, что дороги, это же дорого, это всегда так тяжело. Вот в космос нам полететь, ну не то, чтобы расплюнуть, но можем, летаем. А дороги мы не можем построить никак и никогда. При этом у нас с дорогами, ну беда, конечно, это наша историческая традиция, там совсем кошмары, катастрофа, и мы что-то делаем, что-то созидаем, но с дорогами ситуация выстроена таким образом, чтобы мы, во-первых, никогда не могли понять, почем они у нас. Росавтодор и Минтранс создали такую систему непрозрачную, расходование средств на строительство дорог, что мы никогда в принципе не сможем разобраться, почему у нас один погонный километр дороги. У нас в эту смету на всякий случай включены все виды расходов, на выкуп земли, на перекладку коммуникаций, на все что угодно. И поэтому, когда Росавтодор обвиняет в том, что они либо не умеют строить, либо недостаточно компетентны, либо слишком криминогенные, они всегда говорят, минуточку, а вы нас за руку держали, вы почему? Вы посмотрите, вот бумаги, из этих бумаг всегда следует, что у нас дороги, да нет, ну недорогие они. Хотя прямое сопоставление сметы московской кольцевой автодороги с среднестатистической дорогой в Европе, она не в нашу пользу. Там, ну вот в Германии, например, порядка 5 миллионов евро стоит 1 километр. То есть нижний предел это 1 миллион, верхний предел это где-то так вот 5, ну 6 миллионов. Это когда совсем тяжело, совсем трудно, и нужно очень заморачиваться для того, чтобы построить этот километр. У нас 1 километр московской кольцевой стоил порядка 100 миллионов долларов. То есть, представляете, получается, что от немецкого 1 миллиона в нижнем пределе мы подпрыгнули на 99 миллионов сверху. Совершенно несопоставимые цифры. Такое ощущение, что мы в Москве рубились сквозь вечную мерзлоту, мы пытались преодолеть скальные грунты, и подвоз каждого гвоздя у нас был, ну как минимум, самолетом, либо DHL. То есть очень трудно. Вот в этой неразберихе мы не знаем, на что у нас уходят деньги. В 2011 году мы установили абсолютный рекорд ассигнований, прямых целевых ассигнований на дороге. Мы из бюджета потратили порядка 740 миллиардов рублей на строительство дорог. По итогам 2012 года не очень понятно, еще не все уголовные дела вскрыты. На 2013 год товарищ Путин обещал триллион. Большие деньги. Триллион. При этом у нас есть еще федеральные целевые программы, которые напрямую в бюджете не заложены и не отслеживаются. И, в общем-то, две трети федеральных целевых программ, они тоже так или иначе затрагивают строительство дорог. И какой результат? Вот мы 44 года подряд строили трассу Амур. В результате мы имеем что? Да, мы имеем трассу Амур. Там начинаются просадки грунтов, там начинаются потихонечку разваливания всего, что только можно. Дорогу мы эту сдали. Вот именно благодаря тому, что товарищ Путин решил прокатиться одновременно на трех желтых калинах, мы и ухнули туда 740 миллиардов. До того было где-то не больше 300 миллиардов в год. То есть в 2010 году порядка 300 миллиардов прямых ассигнований на дороге. Потом 740, сдали Амур. И вот какая удивительная особенность нашего бытия. Каждый год в обязательном порядке мы слышим заклинания о том, что вот теперь у нас будут замечательные дороги. О том, что теперь мы всерьез займемся этой нашей родовой травмой. И вот наконец-то у нас будут замечательные, замечательные. Дальше идет заклинание. Это как в сказке. Чем чаще и дольше произносишь, тем, соответственно, оно получается сказочней. Замечательные, 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 замечательные дороги. И вот сегодня прозвучало очередное заявление о том, что у нас будут самые лучшие в мире дороги. Причем вот оно, вот оно, опять федеральная целевая программа. То есть это прямые деньги из бюджета. И это будет не что-нибудь, а пилотный проект. Пилотный проект, означающий попытку в несколько ведомств понять, что же такое современные технологии, как бы их применить и добиться результата. На всякий случай, мое персональное предложение, в каждый строительный трест, занимающийся дорогами, в каждый проектный институт, а у нас такая интересная система, что нельзя, чтобы проект и стройка были в одних руках. Проектный институт сам по себе, он является исполнительным волей заказчика, но ни в коем случае не строителем. Поэтому тот, кто выиграл тендер на строительство дороги, он должен воспользоваться чужим проектом, который ему дадут в зубы, кстати, за его деньги. И вот в каждом строительном институте, я предлагаю и в каждом тресте, и в каждой подрядной организации, занимающейся дорогами, сразу учредить должность такого заглядотая из прокуратуры или следственного комитета. Потому что ясно, что украдут. Вот мне почему-то ясно, что украдут. Так давайте сразу, чтобы он за каждым счетом приглядывал, за каждой машиной с грунтом. Но федеральный пилотный проект не про то. Удивительно в нем вот что. Этот проект называется «Инновационные дороги». И к реализации этого пилотного проекта будет привлечено не что-нибудь, а «Роснано». То есть у нас наконец-то в стране начнется строительство нанодорог. «Роснано» — это серьезная организация, которая действительно может очень здорово продвинуть прогресс в нашей стране. Когда «Роснано» только создавался, и мы всей страной в обязательном порядке играли в нанотехнологии, у нас первым, кто отчитался о поголовном применении тех самых нанотехнологий, был, как ни странно, «АвтоВАЗ». Потому что на «АвтоВАЗе» есть в одной лампочке небольшая такая деталька. Она как раз нано-деталька. Поэтому было напрямую сказано, что мы освоили немножечко денег, и в результате «АвтоВАЗ» считается у нас передовиком по освоению нанотехнологий. А еще там что-то с краской произошло. Туда, видимо, была, как у Челентана в одной комедии, секретная добавка. То есть подошел, плюнул. И вот она, секретная добавка. Она «Нано», после чего краска на «Жигулях» стала лучше. Мы, как пользователи, это, естественно, заметили. И вот теперь «Роснано», также «Росавтодор» и Минэкономразвитие с правительствами Москвы, Татарстана и Рязанской области будут экспериментировать. То есть они будут изобретать дороги заново, и на все про все им дано 100 миллиардов рублей. К тому триллиону, который обещал Путин, не путайте, это разные деньги. И что будет за эти 100 миллиардов? За эти 100 миллиардов мы постараемся применить новейшие технологии. Ну, у кого, как ни у нас, есть новейшие дорожные технологии. Потом мы создадим интеллектуальную систему присмотра за дорогой и за водителями. А заодно мы вдоль обочин понатыкаем такие специальные штучки, которые, если что, будут дрызгаться антиглодным реагентом. Из этого следует, что за лопату никто браться не будет. То есть снег мы чистить не будем по-прежнему, мы будем штрафовать водителей за то, что у них нет зимней резины. А еще у нас будут разговаривающие дорожные знаки, потому что все Жигули нашей страны имеют специальные модули считывания. И дорожные знаки будут заранее предупреждать машину, ну, если повезет еще и водителя, о том, что они там стоят. То есть едешь, а знак тебе присылает импульс. Типа, а вот тут за поворотом 40 километров в час, поэтому, пожалуйста, будь готов, притормози. Ну, ладно, не тормози, потому что дальше стоит видеокамера. Вот, пожалуйста, от нее тоже импульс. И вот все это вместе взятое имеет напрямую отношение к дорогам, которые станут просто великолепными. Причем мне нравится здесь роль не только Роснана, большого специалиста, но и Федерального дорожного агентства Росавтодора. Мы с вами ошибочно полагаем, что Росавтодор строит дороги. Что он что-то понимает в дорогах, ничего подобного. Я вам прочитаю гнусным голосом, что написано на сайте Росавтодора. Федеральное дорожное агентство является федеральным органом, что вы думали, исполнительной власти, ух ты, который что делает? Осуществляющим функцию по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере автомобильного строительства, нет, транспорта и дорожного, неправильно, дорожного хозяйства. В том числе в области учета автомобильных дорог. Вот чем занимается у нас Росавтодор. Он не должен строить дороги, он вообще не имеет никакого отношения к тому, что происходит у нас с асфальтовым покрытием в стране. И вот все вместе на 100 миллиардов, они займутся тем, что создадут некие условия, они определяют концепцию, техническое задание и предложат всем поучаствовать в этом техническом задании. И может быть потом, то есть 100 миллиардов уйдут только на разработку технического задания, не на строительство. И может быть потом у нас будут наконец-то дороги. Но я эти новости под разными названиями слышу каждый год. Дорог у нас нет. Вот за те долгие годы, сколько я живу, с хорошими дорогами не получается. Пример тому Сколковское шоссе. Перерыв. По телефону любимой нашей с вами радиостанции 6510996 первым дозвонился Алексей. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Сергей. Я рад этому. Да, я так как раз вчера вот не дождался. Без пяти семьи позвонился. Ну ничего. У меня два коротких вопроса буквально. Давайте. По дизель итальянский, который ставится на Гранд-Чероке. Да. Что вы не сможете сказать по надежности? Он на самом деле довольно неплохой. Причем я сталкивался с его работой, даже когда у него накрывалась турбина. Вот это парадоксальный момент. Турбина уже прикрылась медным тазом, а машина продолжает ехать. Она, конечно, не во всей своей красе. Мне это очень понравилось. Вот такая вот особенность мотора. Может быть, это был частный случай, но поскольку он произошел со мной, он вдохновил некую веру в меня. Ну, то есть опасаться того, что что-то итальянское стоит на машине. Знаете, в Гранд-Чероке, как и просто в Чероке, там много всего такого, что и без того есть по поводу чего попереживать и поужасаться. Итальянский мотор там не является камнем преткновения. Понятно. Ну, а что другое можете посоветовать как раз в этом классе примерно? За 2 миллиона для каких целей? Куда? По городу? Ну, по городу, конечно. В бездорожье на дорогих машинах как-то не вижу смысла. Ну да, тем более, что он не очень способен к какому-то серьезному бездорожью. За 2 миллиона полишите оценника. Чем хорош Гранд-Чероке? Тем, что в нашей стране джип – это всегда имя. И за 2 миллиона вы только к ГЛК подступитесь, к мерседесовскому, ко всему остальному нет. И дальше пойдете либо по кроссоверам, у которых и труба пониже, и дым пожиже, либо уходите в сторону корейцев и не получаете там адекватного имени за свои 2 миллиона. То есть за 2 миллиона можно купить какого-нибудь там Кио или Хёнде, что не хуже. Но все-таки отличается… Да, новый Санта-Фе, про него можно сказать. Да, замечательный Санта-Фе. Он же из Санта, это абсолютно одна и та же машина, просто в разной дизайнерской концепции исполненная. А у них дизеля насколько вот… У них дизеля очень дееспособные, европеизированные, и они сдохнут точно так же от нашей православной солярки во глубине российских руд на общих основаниях. Потому что ничего с этим не поделаешь, и он хорош, он молодец. На дизеле вы привязаны, ну, любой из нас привязан, к хорошим проверенным бензоколонкам, вернее, топливным заправкам по маршруту следования. То есть Москва-Питер, да, пожалуйста. А какой-нибудь там маршрут типа Чита-Красноярск, я бы не советовал. А то какое-то разочарование постигло тут в салоне Тойота. Посмотрел я на Прадо на новую, посидел в нем какое-то угнетающее впечатление, эти консервные двери там. Не, Алексей, минуточку, как же так? Это же настоящее японское качество. Разве нет? Разве вас не вдохновило? Ну, не знаю, у меня, как бы, мое японское качество 2005 года, ну, как-то родительная больная разница такая, ну, откровенно я не ожидал. А чем хорош Прадо, вы просто об этом не знаете. Его замечательно сдувает с дороги на высоких скоростях, там, где-то со 120. Он немножко не рулится, слегка не тормозит и очень много жрет. Очень рекомендую. Хорошая машина для того, чтобы разочароваться навсегда. Для нефетишистов, ну, вот я, например, тоже не могу понять, зачем мне бы это надо было бы. Если бы я имел немножко другой разрез глаз или очень любил, например, заклинания японских духов, то он, да, конечно, японская Тойота. Я тоже не понимаю, почему это должно стоить столько. Для меня полностью. Нет, ну, видимо, какое-то удешевление производства все-таки произошло за последние годы кризисные. Да, конечно. Я не с этим справляюсь. Конечно, но, Алексей, вы обязаны из своего кармана все-таки обогатить дилера? Ну да, помогать. Конечно, конечно. Ну, друзьям надо помогать. Хабама и Шикотан, вы им не отдали, а, между прочим, подписывались под это. Так компенсируйте рублем. Переходящим. В общем, я понял. Резюме надо на Каид смотреть. Ну, знаете, в конце концов, Туарек есть. Это универсальная машина, которая хорошо сделана. Есть момент, что ездишь на Volkswagen, а платишь как за Porsche. Все запчасти почему-то ценят, кто у них такой. Да, именно поэтому далеко не все ездят на Туарегах. Да, именно поэтому. Хотя сам по себе, конечно, автомобиль универсальный. У него очень широкий диапазон применения. Сергей у нас на связи. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Здравствуйте, у вас тоже снова в эфире на другой радиостанции. Спасибо. Такой вопрос. Немножко разочаровался тут вот в Фордах. Понятно, Ford Focus, двигатель 1,8 и двигатель 2 литра. В 80 тысяч километров начал есть масло литр на тысячу километров. Ух ты. Я такого не позволяла. Даже моя старая там девятка, которая капремонт, дошла 190 тысяч капремонт двигателя. Ну, тоже, когда масло стало. Посмотрел по форумам Ниссана, думал машину поменять. И смотрю, та же ситуация. То есть, почему-то сейчас все двигатели начинают кушать масло. То есть, к 100 тысячам, ну, кстати, по гарантии мне не получилось. Потому что пробег получился быстрее. Ну, не получилось, да, все уже. А, так, минуточку, у вас 1,8 или 2,0? Какое у вас на фордах? 1,8. То есть, у вас 1,8. И вы как-то эту проблему уже за хвостик поймали? То есть, вы разобрались с диагнозом? Или просто масло куда-то, непонятно, на угар, вытекает? По сальникам или что? Или кольца подзалегают? Нет, не по сальникам. Сторечно, кольца залегли. То есть, вот, из форумов, из людей, так сказать, ну, на экспертизу, так сказать, ездил. Катализатор, конечно, все это сжигает. Да, и не видно. Поэтому не видно. Поэтому ничего не видно, да. Ну, кольца залегли. И, вот, непонятно, то ли это болезнь двигателя 1,8 и 2 литра, то ли это болезнь сейчас всех новых моторов. То есть, вот, лотерея. Ну, как-то уж очень лотерея такая большая. То есть, у многих это проблема. И никто не отзывает, никто из представителей мне об этом, как бы, не говорит. Да, пол-литра на тысячу километров, это, говорит, нормально. Ну, вот тут, когда к литру, это уже, получается, 50 литров бензина и литр масла заливаешь, наверное, на заправке. Это уже неинтересно. Несколько лет тому назад у Костика Сорокина из газеты Авторевю, одного из самых компетентных экспертов, у него был казенный Авенсис с мотором 1,8. И на пробеге 80 тысяч у него была та же самая проблема. Начало совершенно непонятно, в каких количествах и куда девать масло. Он приехал к официальному дилеру. И потому что он Сорокин из Авторевю, тойотовцы отвели его в сторонку и сказали, уважаемый Константин, эксклюзми, но это гарантийный случай, потому что из-за плохого масла и технологии двигателя, да, мы вам проведем переборку. Они поменяли цилиндропоршневую группу, признав это гарантийным случаем. Простым смертным подобный, конечно, вариант и не светит, ни в коем случае. Но это европейские современные моторы, рассчитанные на эксплуатацию, ну, где-то, наверное, уровня 23 века, который наступил давно уже в Европе, и не очень готовы к нашему 19 веку с нашими маслами и нашим бензином, а также с нашими... А почему с нашими-то маслами? Кастровские масла, фордовские, на сервис, то есть, заливают. Ну, это что, то есть, масла, которые делает «Лукоил» из нашего метки с этикеточкой «Форд»? А по этому поводу есть другая история, когда приехал клиент на «Вольво», и это было несколько лет тому назад, то есть, до Костика Сорокина, и у него те же самые проблемы с мотором, у него весь мотор был абсолютно насмерть закоксованный, и мастер, ну, мастер-чек не дипломатичный, он открыл, посмотрел и сказал, «Слышь, хозяин, а ты что сюда за масло-то лил? Ну, у тебя же кранты двиглу!» На что хозяин аккуратно сказал, «Вообще-то эта машина обслуживалась только у вас, и масло, рекомендованное вами было, фирменный «Вольволин» из бочки, не из мелкой распасовки, которая пошла через Польшу, а прямые поставки из Европы». И вот тут был грандиозный совершенно скандал, и именно благодаря тому, что мастер проболтался, я не знаю, расстреляли его потом на заднем дворе или нет, человеку тоже переделывали мотор, потому что это было масло. А масло было, ну, оно было не паленым, оно было для России. Вы обращали внимание, что у нас, например, стиральные порошки не отстирывают то, что обещает реклама? Потому что у нас нету, что называется, входного контроля, и у нас низкие стандарты качества на еду, на жизнь, на медицинское обслуживание, а также на моторное масло, на бензин. И поэтому для России поставки вам никто в этом не признается. Но в Россию можно гнать эквивалент того, что было в моде в Европе в 60-е годы. Поэтому, Россия, утрись, пожалуйста. У нас же никто по этому поводу никак на нашей с вами стороне потребителя не выступает в защиту. Это точно. Да? Да, можно, картинчик, еще второй вопрос. Московская погода заставляет думать, чтобы пересадиться куда-нибудь повыше. Ниссан-Джук. Потому что до работы еду 50 километров, ну, Подольск-Москва. Ух ты! Ну, на 50 километров, получается, ну, туда-обратно. Кошмар. Подольск, это вы в этот попадаете узкий створ и до Янгеля тошните в пробке? Ну, а как же? Ну, да. Ну, а что делать? Вот, еду один и портфель с ноутбуком. В принципе, вот поэтому, думал, посмотрел Ниссан-Джук. Ну, вот, опасаюсь вариатора. А вы Джук на переднем приводе с 1.6 или на полном? Нет, ну, на переднем не вижу смысла. То есть, так, на полном, честно говоря. Ну, можно и на полном, но там у него клиренс 180, 160 получается. А с передним приводом у него клиренс 200 миллиметров. Ой, 180, извините. 180, да. А с полным приводом 160. А какой-нибудь Рено Дастер, который, в общем... Нет, 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 нет. Ну, там это... Не тот уровень. Не тот уровень комфорта, будем говорить так. Сам по себе аппарат у вас будет, единственное, что без шумоизоляции, потому что, ну, в нем и маловато в Джуке шумоизоляции, нужно будет сделать. А так, вот приподнятых машин, знаете, начиная от Форда Фьюжена, который повыше всех остальных, и этих вот... Форд Фьюжен у жены она не дает. А-а-а. Во всех... Потому что у меня пробег получается 40 тысяч в год. Ой, ну да. Все понятно. А она ездит 10 тысяч в год. Да-да-да. Но Фьюжик как раз, он молодцом. Он специально для того, чтобы и сделан, чтобы и бампером не зацепиться за бордюр, и если что, преодолеть. То есть любой переднеприводный, а Спорточ, например, а какая-нибудь Шкода или Тигуан, нет? Ну, это дорого. Дорого. Тогда, да, Джук, он правильный в этом отношении автомобиль. У него нету обзора назад, у него маловато багажник, и немножко тесно тем, кто будет сидеть сзади. Но вам с ноутбуком замечательно. Да, абсолютно, абсолютно. И очень правильный выбор, сам по себе автомобиль, ко всему прочему, остается эпатажным и достойным внимания. Леонид у нас на связи. Добрый вечер. Здрасте. Хотел вот вас спросить совета. Хочу вот машину поменять. Терзаюсь в муках выбора. А вы машину на машину хотите поменять или на что-нибудь другое? Там на квартиру, на лодку? Нет, на квартиру я пока еще не накопил на такую машину, но где-то в потолок 2 миллиона я планирую уложиться. Шикарный потолок. Весь мир к вашим ногам. Вот вы знаете, оказывается, нет. Вот как ни странно. Я вот по вашему совету, например, на BMW поездил на трешке. Но, честно, вот некоторые вещи просто, ну, не мое. Вот я всел на нее, например, что меня просто убило, это стекло, которое лобовое, прям чуть ли не перед лицом стоит. А вы должны лежать в машине, а не сидеть. Вы же гонщик. Ну, вот, видимо, да. Вот. Из того, что так вот понравилось, более-менее на чем я вот поездил, это GS 250 и Lexus. И просто даются сейчас и Jaguar XF. Два литра, двухлитровые. Вот, в принципе, неплохо. Ну, или тогда, не знаю, вот, а я думаю, что еще посмотрю Audi A4. Ну, A4, не читай, Jaguar. Jaguar вообще, он такой классный аппарат, что если вы его купите... Да, у него есть какая-то вот такая английская изюминка, которая почему-то просто притягивает. Ты понимаешь, что это дорого, что, наверное, может быть, даже себе это не нужно. Нерационально, может быть. И тем не менее, на Ягуле... Да, он кричит, что это неправильный выбор. Но, кстати, у них же есть система Selected, где они бьются об заклад, дают зуб и гарантируют, что год эта машина проездит, что у нее хорошая биография, а стоит она процентов на 30-40 дешевле, внешне не отличаясь никак. Ну да, и полюс Хоуду у них там в Канаде недалеко. Да, они его там открыли, освоили, но, правда, они туда приехали на полном приводе. Сейчас перерыв на новости и рекламу, потом я вернусь. Телефон прямого эфира 65 10 99 6. Пришло сообщение довольно любопытное на сайт. Расскажите, пожалуйста, чем отличается полный привод легкового автомобиля от полного кроссовера или внедорожника. Я понимаю, что у легкового автомобиля он для лучшей управляемости и сцепления с дорогой, но интересует вот что. Полный привод у легкового устроен так же, как у кроссовера, то есть торсен, халдекс или вискомуфта, и срабатывает по тому же принципу. Или есть различия. Если он устроен по тому же принципу, то почему к нему нельзя относиться серьезно? Потому что вы вот в один ряд поставили легковую машину и кроссовер, в данном случае по принципу полного привода это, в общем-то, одно и то же. А внедорожник, да, вот у внедорожника, у него там уже, у нормального серьезного внедорожника, голая механика, побольше рычагов и запас прочности. То есть такие предательские вещи, как, например, вискомуфта, там уже не встречаются. Хотя у Discovery 4 у него есть эта неприятная особенность, когда он говорит, а я перегрелся, а у меня трансмиссия устала, я сейчас в лужу лягу, животик остужу, а после этого мы с тобой куда-нибудь поедем. И это, в общем-то, потихонечку исключает Discovery, как это ни печально, из списка настоящих внедорожников. А у Defender ничего подобного нет. Железяка зацепилась за железяку и полный привод в распределении крутящего момента по осям 50 на 50, и мы с песнями поехали. Поэтому кроссоверы, которые в большинстве случаев сделаны на той же платформе, на которой сделаны и легковые машины, в данном случае никаких отличий не имеют. Внедорожники, да, у них иной принцип полного привода, и у них изначально все рассчитано на серьезные нагрузки. У нас Павел. Здравствуйте, Павел. Алло, добрый вечер, Сергей. Очень интересная передача. Я вот тоже хотел спросить совета. У меня вот такая проблема случилась в жизни. Я, значит, достаточно долгое время, в порядке трех лет, ездил на Симакси, а потом я его, как сейчас понимаю, по глупости продал. Ну, в общем-то, причин особых не было, просто как бы в возрасте я решил, что пора продать эту машину, и я обнаружил, что после Симакса очень тяжело в что-то сесть. Вот, потому что у меня был Симакс двухлитровый на ручке, и, соответственно... Хорошая машина? Да, очень хорошая машина, как я сейчас понимаю. Трансформация салона, то есть что я только на нем не водил, куда я только не ездил. Вот, и в итоге я обнаружил, что куда я не сажусь, плюс достаточно там высокий рост, метр девяносто. Ну, не знаю, вы много раз говорили, что, в общем-то, нет проблем, но для меня лично проблемы есть. То есть я, как бы, очень много салонов объездил и разные машины рассматривал. И в итоге, на самом деле, сейчас отнял машину у жены, езжу уже там порядка года на машине жены, потому что вот в муках выбора нахожусь и наткнулся на интересный аппарат, вот Театт, Альтея, Фритрак, вы можете про него что-то сказать или нет? Потому что у него, вроде бы, и цена такая очень, как бы, вызывающая, и остальные параметры, вроде бы, тоже так неплохие. Это одна из разновидностей Тигуана, сделанная испанцами и немцами под водителя упивающегося резкой крутой ездой на грани фола. У него практически такая вот управляемость, близкая к каталону, и он подразумевает, что вы будете очень активным водителем. Это не аппарат для тихого семьянина, отвозящего детей в детский садик по утрам. Макс двухлитровый тоже не такой аппарат, на самом деле. Он очень устойчивый, ездит очень хорошо. Да, но вот избранный вами Сиат, он будет покруче. Он для людей с ярко выраженной адреналиновой зависимостью, то есть руб сорок в поворот, в управляемом заносе и с песнями на все деньги. Вот под этот стиль езды он как раз и готовился. Если вам хочется тряхнуть темпераментом, идеально машина подойдет. Ну, я вот сейчас даже на Мази 2 пытаюсь трясти темпераментом, так что я боюсь, что да, после вашего комментария. Кстати, вы недавно спрашивали, почувствовали ли человек зум-зум от Мазды. Так, нашли? На удивление, от второй Мазды, да. То есть я был удивлен, машина медленнее Симакса, но удовольствия от поездок, пожалуй, даже больше. А вот Мазда, это последняя, наверное, фирма, которая в массовом сегменте делала машины, заточенные под управляемость. И Мазда 2, Мазда 3 и Мазда 6, это очень драйверские были машины. Сейчас у них происходит такая переоценка ценностей. Они тихонечко меняют все подвески и настройки в сторону утилитарности. И вот нынешняя шестерка уже, что называется, не та. А Мазда 2 очень заводная машинка. У нее ценник сумасшедший совершенно. У нее не понятно. Масшедший абсолютно. Едет он очень классно. Едет шикарно. Я вам даже такой анекдот расскажу. Выбирала, естественно, машину жена. Мы кучу машин откатали. И Мазда 2 она выбрала по одной простой причине. Потому что она увидела, что у Мазды 2, если вы помните, как она там внутри, у нее есть место под сумку дамскую. Поэтому была в итоге выбрана Мазда 2. Ну, хорошая машинка. Опять-таки еще и шумоизоляции добавить, и снизить цену, в том числе и на обслуживание. И даже будет понятно, за что платишь. Потому что пока не понятно, за что платишь. А, кстати, вы Туран смотрели? Или какой-нибудь C4 Гранд Пикассо, например? C4 Гранд Пикассо я смотрел. Вот предыдущая модель была шикарная. Но я, к сожалению, на нее не увидел. Не попал. Потому что модель текущая, она, мягко говоря, очень спорная по дизайну. Предыдущая тоже была спорная по дизайну, но она была приятная у меня, собственно, родственник. А он взял себе и очень доволен. И я тоже рассматривал, как вариант. А, кстати, я пытался его взять. Вы просто еще... Я не знаю, насколько вы знаете методику работы Ситроэна с ситиллеров. Я приехал в Ситроэн к официальному представителю. Говорю, я хочу взять C4 Гранд Пикассо. Они говорят, не вопрос. Вот у нас есть такие, такие, такие машины. Я говорю, меня это не устраивает. Я хочу такой цвет, такую комплектацию, такое это. Они говорят, у вас типа спецзаказ. Я говорю, что значит спецзаказ? Я говорю, просто я хочу машину, чтобы мне доставили. Они говорят, ну, это 10%. Я говорю, не вопрос. Говорю, вот 10% залога, давайте писать договор. Они пишут договор, но это было где-то, чтобы не соврать, года два назад у меня это происходило. Они начинают писать договор. У них тогда еще была какая-то программа Ситроэн Кредит. Я говорю, ну, давайте, раз уж я тут приехал, давайте во все эти программы. В итоге они мне говорят, что, извините, у вас машина заказная, будет через 3-4 месяца, а поэтому мы вам не гарантируем ни окончательной цены, ни того, что сохранится программа, там, вот Ситроэн Финанс какая-то была, там, 2% по кредиту. В общем, мы вам ничего не гарантируем. То, что я спросил, господа, то есть вы хотите сказать, что я через 3 месяца приеду забирать машину и могу попасть еще где-то на 150-200 тысяч рублей? Говорю, я правильно перевел? Они говорят, ну, вы все правильно перевели. Я говорю, спасибо, верните мне залог, пожалуйста. То есть это вот то, что я могу сказать про Ситроэн. Да, при том, что у них в этот момент был кризис, и, в общем-то, надо было как-то продавать, а вот они молодцы. Тем более, что, в принципе, побороть их можно, потому что можно добиться от них, чтобы они записали в договор стоимость автомобиля, и какие бы особые условия они там не придумывали, вы, в конце концов, отзываете свои деньги, они не являются финансовым институтом. То есть получается, что вы впустую прождали 3 месяца. Это очень неприятно. Но 10% они вам вернут, и вы пойдете покупать машину конкурента. Они в этом отношении пишутся. На самом деле про 10% тоже спорно. Я помню тоже, вот когда вы сейчас напомнили, там, да, они говорят, что да. Там еще более хитрая ситуация. Они говорят, вот если машина приехала, значит, вы пришли, и вы ее не взяли, то, значит, мы ставим машину на комиссию, и если она продастся, значит, мы вам вернем деньги. Это две статьи Уголовного кодекса. Одна называется самоуправство, 330-е, другая мошенничество, 159-е. Пусть они выберут, по какой статье они хотят своим салонам и генеральным директорам отправиться. Это так, хотя официальный салон в районе... Эх, время, к сожалению, время. Вернусь к вам после новостей. Как ни странно, новости отменяются, они будут через 5 минут, а у меня таймер здесь стоит перед носом, который мне говорит, что, а что это ты, а мы еще поговорим. Видите, вот, тем не менее, Павел ушел с линии, Василий у нас на связи. Алло, Василий, я с вами, а вы со мной? Здрасте. Приветствую вас из глухой московской пробки в районе Гальянова. Вы там живете? Вы вышли на дорогу постоять? Да, я еду просто домой и катаюсь через МКАД буквально вот каждый день. Это демаркационная линия между нами и всей остальной страной. Ее преодоление требует усилий. Ну, я привык уже за два года. Вот, Сергей, скажите, пожалуйста, вот сейчас езжу на Мериве А восьмого года, машинкой полностью доволен. Вот, машине уже ближе к четырем годам и пробег 120 тысяч. То есть, какие бывают врожденные у него болячки именно вот на таком сроке? А у вас 1,8 ручка или что? 1,6. 1,6 изик. Ух ты, как хорошо. Ну, у вас единственное, что, ну, там по подвеске потихонечку будут всякие там простукивать втулки стабилизатора, но вот каких-то серьезных проблем у вас не будет. Тем более, что машина, в принципе, она, что называется, изначально перетяжелена, и под эту платформу там небольшой запас прочности они создали. И вы за 120 тысяч, скорее всего, не получили никакой головной боли от этого автомобиля. Ну, по крайней мере, вот грех жаловаться. Скорее, я и создаю неудобства, нежели она мне. Вот, и, собственно, еще один вопрос. Близится как бы такой этап в жизни. Нужно менять машину. Момент расставания, да. Вот, как бы, я думаю, менять через год. Но весь вопрос на что? Нужно уже что-то такое поболее и семиместное. Вот. Когда-то где-то за границей видел 5008-й пыжик, очень понравился. Но у нас его нет, к сожалению. Да, и непонятно будет ли. Да. Что вот можно... Василий, перебью. Вот скажите, вы семиместностью своей Миривы часто пользуетесь? Пятиместностью, да. Да, а вот вам нужно будет семь мест уже? Да. То есть все понятно, что эти люди должны будут сзади в комфорте тоже ехать? Да, потому что на заднем сиденье, ну, как бы, когда детское кресло и еще два достаточно таких габаритных человека, людям уже неудобно. Удобно только ребенку. Да, вот «Зафира», которая, казалось бы, после «Опеля Миривы» на «Опель Зафиру» пересесть, это логично, она только обещает комфорт всем семерым, а там сзади два таких маленьких тубурит, два таких места, на которые толком никто не помещается. То есть если вам нужно, чтобы полноценно вот это было семь мест, вы либо уходите к автобусам, либо уходите к большим кроссоверам и внедорожникам. По цене это получается раза в два, в два с половиной, потому что нормально сзади сесть можно, например, в таком ящике, как «Хонда Пилот», два миллиона. Или там какой-нибудь «Фольксваген-транспортер». Что, простите? «Гелакси», допустим. Да, «Гелакси». «Гелакси», но «Гелакси» тоже, он же не будет с «Матром 1.6». Он уже будет... Ну, конечно, конечно. «Гелакси»... Это первая машина просто «Мирива» взята была для того, чтобы познакомиться вообще, что такое автомобиль. Очень правильный выбор. У «Гелакси» единственное, что плохо, у него нет запаски. И если вы едете далеко, то вам нужно как-то придумать, куда засунуть хотя бы докатку. Ну, там, пару гвоздей, пару саморезов в крышу, вы прибиваете, проволокой прикручиваете, более-менее как-то едете. И последний вопрос. Очень нравится «Гранд-караван», в том числе 2012 года. Что скажите? Стоит ли вообще как бы в перспективе рассматривать? Я с большой опаской отношусь к американцам, тем более такого стремного происхождения из сопредельных территорий. У них с качеством такие трудности, такие проблемы. Вот на «Джорни», который приходит из Мексики, ну, в принципе, та же самая фирма. У него диапазон проблем по двигателю. У каждой машины что-то свое. У одной клапан оторвало, у другой ремень рванул. И непонятно, что вот сколько продали, все практически в течение месяца уже приезжают к официальному дилеру. Спрашивают, что в чем дело? Знаете, ну, неравномерный уровень качества, к сожалению. Фирма «Крайслер» сейчас переходит на высочайшие стандарты «Фиата». Видимо, качество после этого станет совсем макаронным. И вот пока они переходят и переходят и переходят, года через три у итальянцев «Крайслер» отберут обратно в Америку. Итальянцев пинком в зад оттуда выгонят. Вот тогда, может быть. Сейчас не советую. То есть переходите на Европу, либо на Азию. Не надо, потому что американцы, к сожалению, на сегодняшний день машину делать разучились. Карина на сайте интересуется, какую машину выбрать, Kia Rio или Chevrolet Aveo. Первая машина. Карин, Kia Rio, Chevrolet Aveo пока делать не научились. Это конструктор, который очень близок к Жигулям, потихонечку разваливается. Не рискуйте, вам же нужны не слесарные навыки, а навыки управления транспортным средством. Опять-таки, из этого же информационного шлейфа вопросов Владимир спрашивает, что выбрать Opel Astra Family 1.8 на автомате или Skoda Octavia 1.4 TSI на DSG. Сейчас Renault Symbol 1.4 семья с двумя детками. Для семьи очень хороша Skoda, именно потому что у нее грузопассажирские возможности, заточенные под большое количество барахла в багажнике. У нее шикарная пещера сзади. Туда помещается столько памперсов, столько детских кресел и столько чемоданов, что вот это именно то, что нужно. И Skoda с большим отрывом очень классный семейный автомобиль. У нас Роман. Роман у нас на линии. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Вопрос, наверное, про звуку еще хотел бы задать. Да. Только, скажем, максимальной комплектации. Куча вопросов, на самом деле. Настолько я знаю, там трансмиссия достаточно интересная. Очень. Кому поместали. Очень, очень интересная. Вот. Вопрос по коробке. Те же коробки, что на X-Trail ставят. Мы, наверное, скидывали последние, там, с качеством как. Да. Но это, собственно, мотер непосредственно с прысом, как себя ведет. Вообще, в целом, пока... Видите, Роман, Роман, сам по себе аппарат настолько завораживающе гениальный, что его имеет смысл брать уже хотя бы просто из чисто обывательского и инженерного любопытства. Это так интересно едет, тем более, что в полноприводном исполнении в него заложена как раз масса таких вот превентивных мер к тому, чтобы вы не убились, постигая темперамент этой машины. Она очень интересно рулится, и вообще-то она в полноприводном варианте со своим совершенно чумовым мотором, ну, недосягаемо хороша. Конечно, тут есть какие-то тревоги, потому что непонятно, а что будет с коробкой. Да, мы помним, как у X-Trail там подшипники выли на вариаторе. Мы не знаем, как эти муфты себя поведут, возможны трудности. Но, Роман, все это неправильно. Вот этот прагматизм, он ведь для того, чтобы вы себя почему-то отговорили от покупки интереснейшей машины. Не отговаривайте, купите. Это так здорово. Эта штука, она, когда вам дорога и настроение позволяют, она несет вас на таких крыльях, которые вам за эти деньги мало кто подарит. Это очень любопытная машина, тем более, клиренс наш, наш российский. Много-много преодолеть может эта машина. Алексей у нас на связи. Сергей, добрый день. Очень рад, что вас услышал. Я рад. Я слушал вас на маяке, потерял. Сейчас, по всей видимости, перейду на это радио. Мы оба нашлись, Алексей, да? Мы рады друг другу. Сергей, скажите, пожалуйста, взял Hyundai Star X 2010 года, микроавтобус. Так. Перевел его под категорию B, чтобы ездила к прочему еще и супруга. Разочаруете или обрадуете? Он надежный, он прочный. Ведь его делали для того, чтобы он работал вместо «Газели» в маршрутном такси. Поэтому он с запасом прочности. А супруга с задним приводом справится? Ну, вы знаете, эта зима показывает, что очень даже. Какая у вас замечательная супруга. А она управляемый занос уже освоила? Ну, практически, да. Единственное, что на автомате сложновато. Но все равно. Она у вас не упражняется закидыванием пинком лошадей в горящие избы тайком от вас, нет? Пока не знаю, не поймал за этим делом. Но меня пытаются закинуть. А хотел у вас еще узнать по поводу турбины. Нормальная турбина. Тем более, вы там изображаете, когда из себя турботаймер, никаких трудностей. Ведь турбина рано или поздно накрывается не от того, что мы с вами плохие, а от того, что то масло у нас с вами плохое, то подшипник, в конце концов, изнемог. Но вот сколько турбированных машин у меня под наблюдением находится, и сколько раз владельцы сидели на измене и ждали, что все это сломается, довольно часто ломалось все, кроме турбины. То есть турбина не означает гарантированную поломку. То же самое, как вот молодой водитель садится за руль, это не значит, что он обязательно должен попасть в ДТП. Есть масса людей, которые прекрасно период молодого вступления в автомобильную биографию и жизнь свою долгую проходят без ДТП. Поэтому и здесь турбина очень хорошая. Машину делали для того, чтобы на ней наемный водитель измывался и зарабатывал деньги. Вот что вы купили. Потому что это у меня первый опыт вообще общения с дизелем. До этого никогда даже и не рассматривал покупку дизеля. Но вот уговорили, решился, взял. Поэтому думаю, что можно заранее предусмотреть, чтобы избежать. Не подозревайте свою машину в супружеской измене. Она будет служить вам верой и правдой. Очень достойный аппарат. И вообще, в принципе, вот эта машина из категории тех, которые заранее были запланированы под тяжелый изнурительный ресурс. К ней вопросы серии, а что будет через 100 тысяч, а что будет через 200 тысяч. Знаете, с ним будет то же самое, что и через 400 тысяч. Борис на связи у нас. Здравствуйте, Борис. Добрый вечер, Сергей. Хотел задать вопрос. Задавайте. Да, я сейчас езжу на Гольфе и планирую поменять на седьмой, пятый у меня. Но вопрос по двигателю 1.8, который на Гольф не ставят. Как думаете, стоит ли переплата за нормача с покупки? Может, стоит предпочтать Ауди А3, 1.8 двигателем, или дождаться Гольф 1.4. Ауди А3 будет чуть-чуть подороже, потому что на Ауди вы сразу уже по анда трястей становитесь, и с точки зрения дилера Ауди вас нужно ободрать как липку. А с точки зрения Фольксвагена нужно просто пошуровать у вас в карманах. Это не одно и то же. Ну да, там нормачас ровно в два раза дороже на Ауди, поэтому, я думаю, стоит ли, есть ли смысл. И, в принципе, вот у меня 1.4 ТСИ, там были определенные проблемы, но ездят, ничего. И Фольксваген всегда как бы достойно реагировал на все проблемы. Знаете, Ауди это то же самое, как крокодильчик Лакосты. Это, в общем-то, то же самое, просто вы позиционируете себя, как человек, у которого на руке уже может быть не сводч, а, например, какая-нибудь Омега. Вот и все. И поэтому, по сути, тем более, Ауди А3, А3, да, неплохая машина. Я не вижу смысла вообще в ее существовании никакого. То есть я не понимаю, зачем на планете Земля выпускается машина под названием Ауди А3. Вот ни с какого боку этого. То есть Гольф, в принципе, как бы есть смысл только на Гольфе останавливаться. Тем более вам, как апологету Гольфа. Единственное, что подождите немножечко, пусть немцы научатся гайки закручивать. Потому что машина первого года, это всегда главная боль. Всегда. То есть пока катайтесь на своем. Сергей, а что подскажете по поводу дизеля? Все так хвалят на Гольфовский дизель. Ну, я вот все облизываюсь, но никак, не знаю, не решусь из-за солярки. Вы собираетесь далеко от Москвы выезжать? Ну, в принципе, на нынешней машине я вот два раза только ездил на дальний бой. Да, действительно, с ослиной мочой, извините за выражение, заправился оба раза. Оба раза с небольшими последствиями, но все обошлось. Вот. И, в принципе, ну, думаю, это нечасто, если и будет. Ну, к сожалению, на больших трассах у нас постоянно с ослиной мочой люди балуются. И на брендовых заправках в том числе. У меня, например, каждый раз, вот на какой бы машине я не ехал, вот бывает какая-то безысходность, и я заезжаю на Лукойл, и всегда у меня чек-энжин загорается. Вот на Лукойле, на большом красивом Лукойле, где у нас всегда здорово все разрекламировано, там самая-самая ослиная моча из моего опыта. Но вообще, дизеля на Фольксвагене, они, вот меня, они тоже манят. Мне тоже очень нравится, как это все сделано. И меня всегда подмывает в какой-то момент перейти на фольксвагеновский дизель. Мне нравится. Риск, да, большой. Увы, увы. То есть мы с вами тут ничего не поделаем. Но когда подходишь в выборе автомобиля к тому, чтобы пойти вот на такой эксперимент, купить новую с гарантией машину, тем более, которая нравится, да еще попытаться вот добиться этого упоения от двигателя, я бы пошел на это. Ну, в конце концов, а зачем нам машина? Вот как раз для этого, для того, чтобы наслаждаться и немножечко переживать и трусить. Алексей у нас на связи. На Алексеев нам везет. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, алло. Да, не молчите. Я ни в коем случае не молчу. Позвольте, как это сейчас принято в интернете называть, некий вброс. Давайте. Вбрасываю. Ух ты. Ух ты. Что, да. Классный автомобиль. Классный автомобиль. Да. Вот просто ваше мнение об этом в виде природы. Замечательная машина. Она, если вне дорог, лазит там, где проходит квадроцикл. Больше никто. У вас автомат, ручка? Ручка, конечно. У нас в семье автоматы не призываются. Ну, и, кстати, напрасно, потому что на автомате он тоже замечательный внедорожник. Но, вообще, это как шпиц. Знаете такую собачку? Это большая собака в маленькой упаковке. И джимник это очень серьезный, нормальный, полноценный внедорожник. Один из последних. Просто он в маленькой распасовке. Он сделан добротно. Он живучий. Его нельзя перегружать по тюнингу. Когда на него пытаются повесить там какие-нибудь серьезного диаметра колеса, приготовить его для суровых испытаний бездорожьем, да, вот тут начинаются трудности. Но замечательный аппарат, тем более, если вы уже освоились с его характером, как любая короткая узкая машина на заднем приводе, он, если там резко наступить, начинает куда-то в бок уходить, особенно зад закидывать. Во всем остальном, мне очень нравится. Одна из тех машин, которые все время хочу купить, просто пока не позволяет семейной ситуации. Как только позволит, куплю. Ну, что ж, удачи и вам. Спасибо за хорошие слова. Я езжу уже, стоп, там, 7 лет. Но, собственно, это вторичная машина. Очень хорошая машина. И вот это как раз та машина, от которой не надо ждать подвоха. Она может быть простовата, но она замечательная. Эдуард у нас на связи. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Только что вы говорили про Ауди, но так немножечко. Я вот езжу на Ауди А6. Я купил ее в 2005 году. Пробег у него 197 тысяч. Я и сейчас с ней сижу. Я вам скажу, что вот у меня никакой головной боли не было, но ей уже 8 лет. Надо что-то менять. Вот совет такой. Ауди? На Ауди. У меня трехлитровая. У меня трехлитровая Ауди. Турбодизель. Я вообще езжу только на дизельных машинах, потому что я транспортник, перевозчик. Вольво FH12. И вот. Ух ты. Я катался на вашем Вольво. Тоже не менее достойный. Я вам могу сказать, что Вольво FH12 калужской сборки это металлолом. Сразу лучше брать Евро-5, лучше брать, конечно, либо бельгийскую, либо шведскую сборку, потому что разница колоссальная. Ну, я на шведском катался. Это, конечно, другое совершенно. И там и Глоб Троттер был. Если я посажу водителя на Калужскую, то есть они все просто... Они, во-первых, ну там, не будем говорить евро-3, евро-5, там, топливо, ну, проблем. Так вот, вы мне скажите, ну и что? Вот она А6, вот ей вот 200 тысяч пробежек. Следующая А6. Я с ней... Следующая. С ней с ней. А новая как? Новая, хорошая. Это же не Audi A3, который просто-напросто перелицованный Гольф. А6, а тем более А8, это другой уровень технологии. А8 нет, А8 это не надо. Машина, конечно, это большая машина. Ну, это Бентли. Немножечко Бентли уже. А6 современный, а есть еще и дизельный, а есть еще и на полном приводе. Это технологический рывок настолько серьезного уровня, что еще лет, наверное, 8-10 вы будете на ней ездить. Эта машина будет вас только радовать, потому что, да, особенно если у нее TFCI, там возможны по двигателю проблемы. До завтра.